Сегодня будет своим свидетельством делиться Наташа. Её фамилия Хмельницкая. Я думаю, её очень многие женщины знают, которые будут смотреть. Я думаю, вы здесь не знаете её, но те, кто будут смотреть видео, она многим-многим знакома. И та ситуация, через которую нужно было пройти, тоже многие знают. И когда я услышала о её горе, для меня это было что-то такое сюрреалистическое. Такого не может быть, потому что мне рассказывала эту историю моя дочь. Она говорит, это мой друг, с ним вот такое вот случилось. Я, если честно, я у неё спрашивала, ты точно передаёшь факты? Или ты что-то там такое рассказываешь, чего нету на самом деле? Потому что такого быть не может. Она говорит, да, этот мальчик ценой своей жизни спас другого парня. Он, и по словам свидетельства того мальчика, который выжил, он говорит, это я должен был умереть, а он сделал так, что я остался жив. И его последние слова в снапчате, они там общались, или там где они, в снапчате, по-моему, не общались. Ему сказали, смотри, не попади в аварию. Это было около двух часов ночи. Он говорит, ничего страшного не случится, потому что со мной и Бог. И этот снапчат друзья не удаляли. Очень долго его просто уже администраторы удалили, они его берегли. И что я ещё могу сказать? Эти подростки, они уже выросли, и они дальше ставят этого парня в пример друг другу. Они говорят, а вот Эммануил так говорил. И вот у меня дома, она мне говорит, мам, ну вот смотри, а как вот он так знал, этот парень? Говорю, ну как, ну его же так зовут, Эммануил его зовут. Говорю, он его так зовут, и он так был научен, так в семье. И вот говорят, так научен, да, даже я так говорю, так научен. Он, я думаю, наверное, не был научен, он просто имел такое общение сам с Богом. Этому не научишь, я думаю, вот я как по себе знаю, но не научишь этого. Он просто имел близкое отношение с Богом. И это я со стороны знаю эту историю. Они дружили с твоими девочками, да. Он всегда помогал, всегда был готов, если что-то нужно. И вот буквально, наверное, за дней 10 до смерти у моей дочери лопнуло колесо в машине. И она не могла запаску вытянуть, или что она там не смогла. Папа на работе, я не знаю, где я была. Ну, то есть мы все были отсутствующие. И она написала в этот снэпчат, ну кто может мне помочь поменять колесо в машине? Этот парень говорит, я сейчас буду, но садись в машину, я сейчас буду. Это заняло у него полтора часа, потому что он был в пути. Это он был голодный, уставший, но он специально сделал круг, чтобы приехать поменять колесо. И это же просто подростки, они еще были совсем маленькие. Сколько ему там, когда было 16? 16 только исполнилось, да. Это они же совсем дети. Просто вот говорят, вот сейчас подростки, они совсем другие, они черствые, они злые. Нет, много очень хороших, очень много хороших ребят. Я думаю... Смотри, с какой стороны на них посмотришь, да? Смотри, кто-то черствует, другой мягкий. Нет, много очень хороших детей, много очень хороших. Здравствуйте всем, девчонки. Если кто меня не знает, может кто-то знает. Меня зовут Наталья Хмельницкая. Вот все-таки Оля меня попросила, чтобы я сегодня с вами пообщалась. Это свидетельство, как Оля называет. Или свидетельство, или прожитая жизнь, я даже не знаю, как это можно назвать. Это начало многих свидетельств. Да, это начало многих свидетельств, да. Пазл твоей жизни. Да, это пазл, и история, и путь моей жизни. Вот, через эту историю я познакомилась с Олей. Так как я бы тебя и не знала, если бы Наташа Сокил, она сказала, здесь есть центр, открытое сердце. Эта женщина тоже потеряла своего сына. Надо, чтобы ты с ней познакомилась. На то время я очень сильно была убита горем, так как произошло у нас... Как давно это произошло у Вашенька? Восьмого числа было уже, исполнилось два года. Как я, мама потеряла сына. Ну как, и мы не потеряли, только в земном мы потеряли. Да, разлучились. Мой сын анебица. С Богом. Да, и так как, вот Лиля уже немножко начала разговаривать за моего нашего любимого сына, самый младший сын Эммануил, был очень преданным ребенок. Он самый младший в семье, ну, четверо. И мы замечали, что он какой-то особенный. Вот, ну, прямо как особенный ребенок. И он начал расти, и сильно он начал делать поступки, уже не как те другие дети. Он очень сильно любил Слово Божие. Он любил Слово Божие, любил, изучал законы лоерские. Он очень хорошо учился. Но иногда я себе вопрос задавала. Ему только с 14 исполнилось. Он очень себя вел таким уже хорошим христианом. И такой зрелый, взрослый, умный, воспитанный. Он всегда старался помогать другим. Никогда не сядет за стол, чтобы не помолиться. Я иногда думала, мне стыдно. Вот я взрослый человек, мама. Я могу просто съесть и покушать, даже не поблагодарить за пищу. И я иногда себе вопрос задавала. Ну, этот мальчик, ему только 14. Неужели у него такая уже глубокая вера, вот, что все нужно в этой жизни даже за эту пищу поблагодарить и как-то так относиться? Он очень старался жить правильно. Он был очень жертвенным мальчиком. Меня это радовало, так как он рос, и была вся моя надежда, вот это будет лойер, это будет пастырь будет. Он очень такой сильно, слово Божий любил, у него была большая такая Библия, и на ней была Эммануил. Даже имя такое мы ему дали, Бог с нами. И мы с мужем, и иногда думали, ну, так прямо жажда у него такая была по Боге. Он взялся трудиться, никому не говоря, начал проповедовать другим детям. И нашел таких атеистов, нашел, нашел детей, которые вообще не верят, которые где-то росли в верующих семьях, ну, они говорили, Бога нету, это надо просто так жить для себя в этой жизни, и нужно просто верить просто в то, что мы теперь живем, и все, никакого Бога нету. Ну, так как мне пришлось потом общаться с этими детьми, которые уже уверовали, один из сыновей, кто был сын пастыря, это все мы знаем о нашего второго пастыря в нашей церкви, он вообще был, не верил, вообще ничто не верил. Эммануил до конца стоял и сильно ему проповедовал о Иисусе Христе, и о спасении, и о загробной жизни, что мы здесь на земле только как гости. Знаете, мы здесь на земле просто такие, жизнь очень короткая, и для каждого, для нас есть какие-то, один живет 20 лет, один 18 и прожил как уже целый 90, один может прожить и до 90, но все равно мы куда-то уходим. И этот мальчик уже не был уже мальчик, ему уже было почти по 30, и он сильно интересовался, почему Эммануил сильно стоит на своем и ему о Иисусе Христе проповедует. И Эммануил приходил домой и говорит, мама, я сегодня еще одному рассказал про Иисуса, я ему с Писания говорил, открывал Библию и говорил, и давал ему задание, чтобы он дома это читал. И потом этот мальчик, этот почти мужчина, он уже уверовал в Иисуса Христа, он принял водное крещение, он отдал жизнь Богу, и он лично мне сам свидетельствовал. Он меня обнял и сказал, вы знаете, он на небесах, ну потому что мы здесь гости на земле, я знаю, что есть загробная жизнь. Я уверовал в Иисуса Христа, в моего спасителя, живого Бога, и знаю, что это его плоды. Я хочу, чтобы вы сильно гордились вашим сыном. А я говорю, ты знаешь, а я знала, и даже сильно его поддерживала, что он именно вот таких брал и с ними работал. Потом у него еще другие были дети, которые... Можно ли перебивать? Да. А вот ты не боялась, что вот эти плохие испортят твоего хорошего? Вот как обычно говорят, это плохая компания, испортила мне ребенка. Нет, не могут испортить. Нет, он, фейт, фейт, у него сильно была вера в живого Бога. Утвержденный, да? Да, был очень сильно утвержденным. Но мы с мужем замечали, что он превращался уже как, не как мальчика, уже как ангела. Муж в последнее время замечал, что он прямо как ногами уже не ходит по земле. Прямо как летел. Устройство во всем. Благословение в учебе, благословение в бизнесе. Где он мне делал, у него как бы, наверное, были последние дни, которые он должен был очень красиво прожить. Очень, очень красиво. И так случилось, что он не оставлял свой труд. У него всегда Библия. Вот это то, что мне сильно не хватает, как маме. Каждое утро у него должен быть какая-то проповедь. Он уже в этой толстой Библии ходит, чистит зубы. Вот такой был мальчик, прям он такой молодой. И, ну, он сильно такой был уже мужчина, который сильно его интересовало вот все. Вот это чтение, вот это все. И вот это, конечно, уже такого у нас. Вот это I miss, I miss those days. Я говорю, как Эммануил ходит с Большой Библией и, наверное, подготовку делает, потому что ему нужно было учиться. Он был самым умным ребенком у нас здесь в Патербург-Канте. Он всегда получал самое лучшее, он должен был уже быть на очень высокой, как бы, позиции. Да, но я думаю, иногда себе вопрос задавала. И думала, я его любила, но я поняла, что Господь дал мне почти ему 18 было, когда случилось вот это все, переход его. Ну, я, знаете, сильно меня это укрепило, чтобы пережить вот эту трагедию. Вот Олечка попросила меня, чтобы я это свидетельство сказала, как очень много мам переходит через долину вот этих слез. Или уже прошли через какую-то долину. Одно может сильно вас укрепить, что Бог все знает. Ни одна волосинка на нашей голове, она не упадет. Он знает, когда мы можем заболеть. Он знает, когда у нас может что-то случиться в жизни. Или до какого-то периода ты проживешь. Я одно знаю, что когда вот это случилось с моим сыном, когда мне позвонили и сказали. Я просто ехала, один час я не знала, жив мой сын или не жив. Но я сильно молилась, и у меня пришел такой какой-то мир в сердце. Вот мир пришел. И я позвонила моему мужу, как бы сестры, и сказала ей. Аня, говорю, авария, говорю. И Эммануил, говорит, вытолкнул своего друга, который был рядом возле него. Он взял его своими ручками и выкинул его. Потому что там было имиджинс-элайн. А сам не успел. И этот мальчик мне позвонил и сказал, что Эммануил лежит, говорит, ну он меня спас, тетя Наташа, извините меня. Говорит, он мне жизнь спас. И тогда я подумала, что может быть, уже его нету. Потому что у меня такое какое-то было в сердце, предчувствие, что Бог уже подготавливал. А мой муж сказал мне, Наташа, нашего мальчика уже нету в живых. Мы ехали туда целый час, я плакала и молилась. Он говорил, тебя не было, Наташа, дома три недели, так как я уехала на Украину. Я уехала на Украину к моим родителям. И уехала по делам там, надо было мне что-то делать со зубами. И меня не было. И я очень хорошо время проводила, молилась. У меня был мир в сердце. Вообще. Ну, мой муж, как потом мне уже начал свидетельство, когда мы ехали уже на это место, где это случилось. Он говорит, Наташа, я имел беседу с Богом. Я спускался вниз, там, где Эммануел всегда читал Библию, где у нас был бейсмент, и были такие исходы вниз. И там было как фэмлирум. И к нему было такое слово. Что ты сделаешь, если я заберу твоего самого младшего сына? Просто заберу, а дашь мне? До того, как еще это произошло? Да, это было три недели. Это было такое, это не раз. И он сильно начал давать себе вопрос, что, боже, ну как ты мне такое спрашиваешь? Ну, прямо конкретно. Вот. Проклянешь меня? Как ты себя? Да, прямо вот. И он сказал, ну, конечно, соглашусь. И потом, когда мы ездили, когда уже туда на это место, он сказал, скорее всего, подтвердилось то, что меня мучило три недели. Наташа, нашего сына, говорит, наверное, уже точно нет. Он уже перешел. Потому что этого утра он уехал, чтобы помочь кому-то. Он всегда был очень таким мальчиком, что хотел всем помогать. Очень сильно хотел всем помогать. И он уже превращался в такого мужчину, в очень таким серьезным, ответственным. И этого утром он уехал просто в Колумбию, чтобы помочь кому-то привезти машину. И все было хорошо. Трак был новенький. Трейлер тоже. Ну, что-то он услышал, что-то с колесом. Нужно было встать на emergency line. И я думаю, это должен был быть его переход. Вот до этого была предназначена его жизнь. И этого утра он должен был перейти. Ну, before он уехал с дома. Мой муж ходил по его стопам. Он всегда ходил эти три недели. У меня нету дома, а он звонит. Он ищет, у него борьба. Минутра опоздал, где мой сын. А мне не говорит ничего. Мне ничего не говорит. И пришла вот эта коронавирус. И все говорят, все, самолеты больше не летают с Украины. Больше самолеты не летают. И у моего мужа вот такая вся борьба. И просто так дал Бог, что кто-то позвонил моему мужу с Нью-Йорка. И сказал, а ты в курсе, что билеты, что вообще самолеты уже не летают? Уже закрылась. А я на Украине. Ты знаешь, что вот последний вылет с Борисполя завтра утром. А я вообще в Черноцах. Далеко. You know. Муж мне звонит, говорит Наташа. Если ты теперь не приедешь, может быть, ты там застрянешь надолго. Я сильно хочу, чтобы ты домой приехала. Потом тебе все расскажу. Потому что он уже, уже вот эти предчувствия, вот это все у него борьба. И Бог уже его готовил. Вот к этому все, что мы должны это горе пережить. И я тогда, меня отвезли туда, в этот аэропорт. И я даже не знала, что вот я еду на похороны к моему сыну. Потому что я только приехала, девчонки. Я приехала. И как обычно, всех детей обняла. Он, как всегда, пришел ко мне. Я его, как обычно, он всегда был очень большим моим другом. Этот мой, самый маленький мой, наш сын. И он такой был, очень такой похороны. У него было все. И доброта, и ум, и ответственность, и дружба. Он был, он мог быть, как бы, хорошим другом. Вот так подать в плечо. И я приехала, я еще так его сильно обнимала. И он так говорил, мама, я так сильно соскучился за тебя. Он всегда говорил мне, мама, я всегда буду за тебя заботиться. Ты никогда не будешь ни в чем не удаться. Ты будешь самая такая обеспеченная мама. Говорит, у тебя все будет. Потому что я всегда буду за тебя заботиться. Вот такой он был, очень такой мужественный такой мальчик. И всегда так придет. И всегда, и так удивлялся, говорит, а что там у меня так-то кричит? Я не знаю, можно как-то так спокойно. Что-то так, но он такой как-то все, он как-то так все. Он сильно все, по полочкам у него все было в этой жизни. Очень все правильное такое, очень правильное. Я всегда старшим говорила, вот берите пример. И он всегда был поддержкой для всех других детей. Он младший, но он должен был тянуть старшего, когда у него проблемы были и со здоровьем, и когда у него были проблемы вообще и в личной жизни, и все. Он был первый, когда никогда не давал, чтобы кто-то падал. Он и шел, и тянул до конца, пока не выкинет. Сам уже будет обессиленный. Уже сил нету, но он берет и тянет. И вот он такой был, сильно-сильно такой, как бы, и этот момент, когда я приехала с Украины, он сильно меня обнял. Он сильно вот это, и это уже получается, когда он утром уезжал, должен был уехать на Колумбию. На следующий день реально после его приезда, пока. Да, да. И мой муж, просто, как я вам хочу сказать, он чувствовал, и он ходил уже по его следам. Он этого утра пошел в его комнату. Мой муж пошел в 5 часов утра и потрогал своего сына, потрогал ножки. Он говорит, ну я трогал уже как мертвеца. Он сказал, боже, тепленький, слава тебе, боже. Боже, ты так меня мучил. Ну прямо у мужа вот это предчувствие на Колумбию, что вот-вот-вот. И когда нам позвонил этот мальчик и сказал за вот эту трагедию, конечно, это, если бы не был, я бы не выжила. Вы знаете, в этой жизни очень легко сломаться. В этой жизни очень бывает тоже не сильно трудно, нелегко бывают жизненные вот такие. Но я потом припомнила, сестры все, я хочу вам развидетельствовать. Я еще была моложе, вот, ну такая еще молодая мама. И мы жили в Орегоне. Я всегда спрашивала у Бога, боже, так много записок приходят. У людей проблемы, какие-то бывают смерти, какие-то болезни. В семьях бывают проблемы, со здоровьем проблемы, аварии. Что-то есть, говорю. Боже, у меня так все хорошо в этой жизни. Ну прямо вообще очень хорошо. Неужели ты меня покинул? У меня был такой вопрос, диалог с Богом. Потому что я знала, что, ну не может быть так сильно гладко, если нас Бог любит. Иногда мы должны через что-то пройти. И я как-то и все спрашивала, боже, ты дашь мне какое-то или чудо, или ну покажи мне какую-то свою работу. Ну что ты так, так у всех что-то, а у меня вообще так все хорошо в этой жизни. Я же тоже хочу, чтобы ты меня тоже как бы любила, иногда, чтобы трошки меня в голову поставила. Ну что, потому что я такая уже действительно лучше заслуживаю. И я не раз себе такой вопрос задавала. Когда вот это. И потом, когда вот это все у нас случилось, вот это горе. И Бог мне сказал, что Он сам меня просто проворил, что сама просила, и ну, и я хочу сказать, что я сам лично тебе помогу, и ну. Потому что я уже была уверена, и что вот это все, что произошло, это для того, чтобы моя вера не была, что я прокляну, откажусь, перестану в церковь ходить. Буду Бога проклинать, или еще какие-то другие вещи. Я была уверена, что я должна быть очень сильная. И я знала одно, что Бог все контролирует. Он никогда нас не оставит. Если даже кто-то проходит подобную ситуацию, или другую ситуацию со здоровьем, какие-то проблемы, или другие какие-то серьезные проблемы. Потому что у нас, у всех есть свои переживания, какие-то особенные переживания. Есть люди, что у них все хорошо, но мы не знаем завтра, что будет. У нас, у людей, мы не застрахованы, что завтра не может что-то такое произойти в нашей жизни. Ну, самая большая, как бы, помощь, это будет вера в нашего Бога, живого Бога. Вот Он сильно исцелил меня, когда у меня был сон. Был сон у меня прекраснейший, я считаю, что это просто Бог мне даровал этот сон. Пришел сын во сне и сказал, позвал нас всех, чтобы мы все кушали. Он сказал, что Он сделал нам всем еду. И он был отец в белом. Этот мальчик, сын очень много. Да, он явился во сне, это я считаю, что это было почти как видение. А когда этот сон был задолго до его... Нет, это после, потому что я должна была его конкретно иметь вот это все от Бога, подтверждение. И такое подтверждение, что мой сын находится, и это был такой дворец, и это была пища. И Он сказал, I came just to make a dinner, чтобы сделать вот этот dinner, чтобы всех накормить. И Он молился, молился духом. И вы знаете, до этого у меня были слезы, все, и Бог меня исцелил. Этого утра я встала с улыбкой на лице. Избудила моего мужа и сказала, ты знаешь, если будешь ходить на могилу, чтобы ты знал, там только его тело находится. Прах. У него, у нашего сына есть новое тело. И Он в славе Божьего. Потому что все мы уже, как бы, читая Библию и живя на этой земле, мы смотрим, и мы можем быть уверены, что всем контролирует Бог. И то, что мы даны здесь только вот так, на пару лет, на 50, на 80, на 90, ну даже если кто-то и 100. Но это считается, что мы на этой земле, как бы, темпорарий, временный. Мы здесь гости, знаете. И нету разницы, какой мы исповедание, где, в какую церковь ходит. Самая большая, это, как бы, наша вера в живого Бога, что мы, мы никогда не сможем остаться сами, как бы нам тяжело не было. И самое большое мое свидетельство, что, когда я молилась к Нему и говорила с Ним, вы знаете, Он никогда меня не оставлял. И я припомнила, как я в детстве молилась. Вот мама нас сильно учила молилась. Что бы ни было, дети, чтобы вы молились. И говорит, вот даже если, говорит, вам погода нужна другая, вы молитесь, погода поменяется. Правильно? Да, и вот, это, все, говорит, все, дети, готовьтесь к вам будет. Ой, дождь должен быть. А я прямо молюсь, девочка маленькая. Вот молюсь, боже, надо, чтобы солнце было. Мы же пойдем в лес. А надо было же, чтобы погода была. А если не будет погода, тогда мы не пойдем. И я вот припомнила, вот, что всегда, вот это с детства, вот это все, как мы будем в деток влаживать. Вот это вера живая. Живая вера в нашего Господа Иисуса Христа. Вот она помогла в этот сильный период, который мы пережили, наша семья, как бы, и мой муж, и наши другие детки. Я хочу обратиться к, если кто-то есть, что переходит, вот именно через такую подобную, как бы, ситуацию, как у нас, чтобы вы не падали духом. Если вам хочется поплакать, нужно поплакать. Но самое главное, нужно верить, что независимо, сколько лет, мы тоже здесь тоже не вечные. У нас у всех скоро будет какая-то встреча с нашим Богом. И вот это сильно поможет, как бы, этим семьям. И вот эта мама, которая тоже переходит в такую подобную ситуацию, плачет. Только вера в Иисуса Христа ее, как бы, спасет. И нужно найти какой-то хобби. Вот мое хобби было трудоволичество, работать. Сильно много работать. Сильно много, как бы, вот молиться, плакать. Если хочется, нужно поплакать. Слезы тоже не нужно останавливать. Они тоже лечат. И время нужно. Время нужно, чтобы вылечиться. Не должна быть никакая обида. Обида на Бога не должна быть. Потому что... Вот обида, она, наоборот, как бы, делает больше зло. Изнутри нас. Она съедает. Она съедает нас изнутри. И я просто задавала тоже себе такой вопрос, что были такие, как бы, жизненные ситуации, что сама могла погибнуть. Два раза тонула. Раз танк на меня. Почти чуть не заехал. Ехали еще коммунисты. Коммунисты, они перегоняли танки на Румынию. Я была маленькая девочка. Он ехал на меня. Я туда, он туда. Потом автобус должен был меня переехать. Потом вот так... Просто каждый раз, сколько раз я была уже тоже на грани волоска. Ну, что-то я осталась для этой жизни. И в девятнадцатом году была сильнейшая авария, которую я пережила. Который пьяный человек меня стукнулся. Девятнадцатом. Машина осталась тотал вообще. Я не должна была остаться вообще в живых. Ну, для чего-то я еще осталась. Значит, еще не было время. Я так поняла. И когда авария... Ты сам понимаешь, у тебя уже секунда. А я не в мире с моей дочкой. До этого мы что-то... Что-то в разборке были. И я думаю, господи боже. А я же умираю. Вот все, смерть видишь. Все, ты уже переходишь. На тебя едет здоровый трак. И он едет тебя убивать. И хорошо, что я не свернула вот так краба, потому что он должен был меня полностью... Он и так меня все... Ангел меня взял, вытолкнул меня вот так в зад. И остались и ноги целые. Потому что это все. Машина уже потал. Не принадлежала ни для ремонта. И этот человек просто остался у меня умирать и уехал. И нашлись хорошие люди, которые... Ну, так Бог дал, что я обошлась в пару царапинок. Они все были в шоке. И полиция все. И после этого случая я поняла, что в жизни... Жизнь, она очень короткая. Очень короткая. И это было мое, как бы, такое сильное тоже испытание. Так как мне пришлось... Это что же большой такой очень стресс. А потом потеря сына. И Бог настолько меня... Через вот эту долину слез, стресса, что я уже сказала... Я уже ничего не боюсь. Боже, я уже настолько... Ты меня уже такую сильную сделал, что я уже ничего не боюсь. В этой жизни, девчонки, я уже ничего не боюсь. Потому что я знаю, что все контролирует наш Всевышний Бог. И куда бы мы ни ходили, что бы мы ни думали, что бы мы ни делали, какие богатые бы мы ни были, бедные бы мы ни были. Наша жизнь на волоске. Сегодня мы ем, есть, а завтра нас может не быть. Потому что это очень такое... И особенно теперь мы все видим, что происходит в этом мире. Происходят очень большие изменения. И только единственное, что поможет нам выжить и не сломиться, и быть сильными, это наша непоколебимая вера, которая поможет нам двигаться, и которая поможет нам вообще ни одну минуту не усомниться, потому что с нами живой Бог. Он контролирует все везде, где бы мы ни ходили, что бы мы ни делали. И только если мы будем на Него надеяться, что бы ни пришлось нам пережить, Он всегда нам поможет. Всегда и во всем. Потому что у меня такой девиз, который... Я поняла, нам нужно было что-то еще пройти. Вот так как то золото, знаете, огонь. Вот такой огонь. И... И Бог просто помог мне вот это все пережить. И я благодарна Богу, что могу быть сильной, непоколебимой вере, помогая другим. И, конечно, я очень многим тоже помогаю. Мне звонят и по телефону, и... И так звонят, и все там дают мой номер телефона. Если кому-то нужна, вот, Оля, если кому-то нужна моя поддержка, или какой-то такой жизненный опыт, или плечо, или поплакаться, или какой-то... Совет. Совет. Проходить. Да. Или есть какие-то мамочки тоже, у которых тоже дети, подростки, какие-то вот это. Я могу вашим быть помощником, консультантом. Хочешь свой телефон сказать? Да, да, я сейчас скажу. Я извиняюсь. Могу быть хорошим этим. Можно подробнее, что за авария произошла, как, что? Вот так случилось, девчонки, что ехал на здоровой фуре черный человек, чернокожий, с Чарлестона, который работал на порт. У него не было ни драйвер-лайсенс на большую фуру. И он уже был пьяный, так как решил, что можно выпить на дороге. И он был зависимый человек тот. Тот тракист, который чернокожий, который убил нашего сына. Он работал на... Да, да, да. Он был 38 раз уже арестован. Он был плохим человеком. И он ехал без документов, так как на него закон не влияет. Да, на него закон не влияет, так как там влиятельные очень большие люди, где он работал, в порту. Покрывали его. Которые все груза переходили через них, вот эти, you know, порт. И просто, когда они начали бегать и говорить всем, что бы мы нигде на Ньюз не ставили, ничего не делали, там до пастрей наших бьяли. Потому я вообще-то... Вы знаете, самое ценное, что я могла просить этого человека. Вы знаете, мне даже его жалко стало, этого убийцу. То есть он ехал по emergency line? Да, он ехал, он ехал не по дороге, а он уже ехал по emergency. Подожди, а ваше, они что, колесо меняли? Да, он уже все поменял, нужно было просто туловину забрать. Да. И оба были на улице? они были на emergency. На emergency, очень глубокая emergency line, такая. Обожаю, да, налегаемую, да. И получается, они меняли колесо? Да, да, и этот его друг сидел здесь, а он уже брал вот эти, как бы, уже все поменял колесо. И самое главное, что этот другой мальчик, его друг не услышал, а он уже услышал. потому что, знаете, как есть emergency line, там есть такие, когда переходишь, вот этот трюкотет, а этот, он уже, он уже ехал на большой скорости по emergency line, и его просто никто не слышал. И когда Эммануил, мой сыночек, услышал, он взял этого мальчика и спас его, а сам не успел. Он бросил его дальше, обычно не... Он взял и перекинул его вообще туда, через вот эту, через трейлер. Он взял его и выбросил, просто, и спас ему. У него только пару царяков, у него ничего не случилось. То есть, он увидел, что это видит на него влачинного? Да, да, но если бы он сам выбегал, тогда бы его друг погинул, а так как этот мальчик еще не был верующим, он сильно и Бог проповедовал. Этот мальчик тоже ходит в церковь. И он мне сказал, вы извините меня, тетя Наташа говорит, но он мне жизнь спас. Говорит, да, и этот мальчик, сам просто тоже так остался тоже в шоке, потому что его друг умер на глазах у него. Не очень тоже, как бы, да, ну, видите, он просто взял его и вытолкнул. Сам не успел, как мне сказал Виктор, сам не успел. И экспертиза показала, что они очень далеко были на emergency line, очень глубокая emergency line на всех законных основаниях, как бы, все правильно, все вообще, просто то, что одно, что человек был нехороший. И много таких нехороших людей едут, которые... он его сбил, да? Он его сбил, и он... осталась только голова. Вот так вот. Он полностью его конкретно... Да, он его полностью, да, он его убил, и самое главное, что он убежал. Он... он очень далеко ехал, он сильно убегал. И просто благодаря, что были очень хорошие американцы, очень хорошие американцы, которые были, они вот гонялись за этим преступником, и они помогли нам найти вот этого человека, с которым политика до сих пор суд, инвестизиэйшн. Но самое главное, что я вообще не придела, я вообще меня не интересует вообще этот человек, с ним уже сам Бог будет судиться, так как его уже 38 раз арестовали, и каждый раз он уже, каждый раз он на свободе. И самое главное, что я и моя семья, я так учила всех детей, не мстить, не желать ему смерти, не желать ему джейл, простить его, мы ничего не вернем, и мы должны иметь сердце такое отпустить, как бы, что самое большее, что я и мой муж, как бы, мы боялись, чтобы... ну, как... чтобы... ну, вот эта, чтобы злость, вот это все, непрощение, оно может иногда годами длиться, знаете, а это съедает, съедает нас внутри, съедает нас, как людей. И... как твои дети это приняли? Ты знаешь... Потому что я знаю, некоторые, ну, молодые, даже друг умирают, они говорят, я злой на Бог, я в церкви... ты знаешь, оно... оно... одно нас спасло, мы сильно держались друг друга, мы сильно держались руку за руку, плачет сын, плачу я вместе с ним, мы всегда старались быть командой, всегда together, у нас в семье жило пару детей, вообще чужих, после того, как наш сын ушел к Богу, я приняла в нашу семью вообще чужого мальчика, который истирала, и кормила его, который он не мог с мамой найти контакт, и он жил у нас. Потом, только этот мальчик ушел, пришел другой мальчик, которым не нужно было, так что я была мамой, мать Терезой, почти полтора года надо было помогать этим другим детям, но я видела в том, что они помогают моему другому сыну, который был только один год как бы старше, чем Эммануил, они были очень близки, как Туинс, для него было очень-очень тяжело вот эта ситуация, но ни один день они как бы церковь не пропускали, да, были слезы, были могиль, эти цветы на могилу, очень часто ходилось на могилку, вот это все, но я, мы с мужем так сделали, чтобы всегда узнавать настроение у детей, спрашивать, говорить, мы старались всегда, чтобы кто-то был в круг, никогда мы не разрешали, чтобы там сын был сам, you know, один, или там, всегда мы старались, чтобы какая-то компания была, чтобы кто-то был, чтобы перейти, пережить самый трудный период, потому что рано, да, оно никогда не забудется, но со временем оно все равно пролечится, вот, укрепит тех, кто проходит, да, и вот эта вера, как бы, оно становится как бы больше, и больше, и больше, как бы, мы становимся намного сильнее, потому что чем больше горя мы пережили, чем сильнее мы становимся. Здесь мы проходим сбор. и сразу сколько принять это или заняло время? Ты знаешь, я сразу приняла. Я сразу приняла, я знала, что я ничего не могу изменить. Ты знаешь, и когда еще мой муж вот это мне все просвидетельствовал, то я поняла одно, что просто мы должны принять, как оно есть, потому что есть иногда, вот мамы говорят, только чтоб жил, коллега там, там, или еще что-то. Я знаю, многие, мама до сих пор ухаживает за очень такими больными детками, и которые уже ничего не делаешь. Мой муж, например, сказал, что ему бы в сто раз было хуже, если бы было какое-то коллекство, намного спокойнее и с миром. И, ну, конечно, ну, боль была, когда идет дождь пошел, ты припоминаешь вот это, ты сидишь в доме, тебе тепло, а твой сын в могиле, и ты плачешь, я плачу, а потом уже думаю, такое утешение приходит. Ну, как, ну, там только прах, а вот тело, душа, ну, приобрел, новое тело, и, ну, и вот это все, и другой дом, и другая атмосфера, и праздник, и все. И когда мы читаем насколько прекрасно в небесах и написано блаженные, умирающие в Господе Иисусе Христе, они же, как бы, блаженные, они, как бы, в тот момент, значит, им намного нам больнее. Но мы, люди здесь, на земле, и нам очень тяжело, это должна быть такая психологическая работа, мы должны осознать, для того, чтобы не разбиться и духом, и душой, и телом, и не сломиться, то сильно нужно иметь какой-то для чего ты живешь на этой земле, и дать себе ответ. Я живу, и я живу здесь не знаю, сколько лет, да, мы никто не знаем, и мы должны знать, что мы для чего-то должны предназначены именно теперь, сегодня, и нам. А завтра мы уже тоже не знаем. После той аварии, как я пережила, я сама могу уверенно сказать всем, что мы не знаем, сколько мы живем. Мы не знаем. И теперь мы сами видим все, что происходит у нас на Украине. Эти люди тоже, наверное, не ждали, да, многие из них тоже были планы, на жизнь, на все. Ну, они должны вот это тоже эту долину пойти. Можно еще вопрос? Я спрашиваю, потому что, ну, у меня вот в ноябре и племянница умерла, и сейчас вдвоенной встречке сын умер. А вопросы, я просто, ну, мое горе было 12 лет назад, я уже, просто уже слыша их, я вспоминаю, что происходило. Я помню, когда мы поставили плиту, вот 5-6 месяцев, вот это были страшные, плакала, плакала, плакала. Через какое время вы смогли поставить вот эту мраморную плиту? Расскажи немножко, потому что я одни и другие спрашиваю. Плиту мы поставили через 3 месяца. Мы хотели поставить и сделать все как правильно, как положено, чтобы было красиво. и мы осознавали, даже мой муж, он ходил каждый день на могилку. Это его лечило. Он ходил, долго сидел. Он скуплял все цветы, которые были в касту. Женщины приходили за белыми розами, а там их не было, так как мой муж их все там покупал. И он нес туда, именно он хотел, чтобы только белые были. И он хотел, чтобы самый красивый памятник был. И он понимал. Он потом ей сказал, «Наташа, я ходил, ходил, но я понял». Говорит, «Да это как прах. Ты знаешь, я осознал, говорит, мой сын на небесах. Просто он, то, что другие не смогут сделать в 90-е, он сделал до своих 17 лет. А ты когда первый раз пошла на кладбище, тебе было легко пойти на кладбище? Потому что я знаю, некоторые мамы вообще не могут туда пойти. Ты знаешь, я не ходила так часто на могилу. Так как меня наоборот как бы лечило то, что я понимала, что ну типа пойду, ну может типа не там, ну как-то такое чужое, ну там как-то прах, ну прах, пришел к праху. А вот что-то такое новое, вот оно где-то там за облаками. И вы знаете, да, оно больно было, оно больно было, потому что когда было, когда я ходила, то лучше было не ходить, потому что сама себя понимала, потому что я себя иссощала изнутри физически и телесно. и я я одно поняла, что я настолько должна была только все скрывать от моей семьи, идти где-то в какой-то шкаф выпакаться, и потом выйти, просто такой быть сильной, всех обнять, для всех быть сильной, говорить, что наоборот не надо ходить так часто, потому что вы же все понимаете, потому что особенно дочка моя она очень часто туда ходила и очень много цветов, а не только и цветы, и все, и насколько очень тяжело было, это был очень такой тяжелый период, и я должна была наоборот как-то так скрывать все, и настолько быть сильной, и говорить просто, и толковать, чтобы помочь им всем как бы вытянуться, чтобы моя семья как бы выжила в этот трудный период. Когда вы поставили плиту, когда это первый раз увидела, как ты переживаешь это? Ты знаешь, я много видела, представили, я видела, как представили, я видела, как они там трепетно, мы с мужем вот это все выбирали, семьей мы выбирали, мы поставили то, что было у него на инстаграме, не бойся, ибо я с тобой, вот это все, это был его девиз, как бы, и вот этот, и вот уже любимый стишок, что Иисус Иисусе Христе и о Его спасении, то мы вот это так поставили тоже там, мы семьей, мы, вот муж говорил, давайте, что вы хотите, чтобы там было написано, вот, для нашего, как бы, ну, мы знали, что это уже не для него, плиту мы, мы как бы, ложили, что это уже кто-то придет, там, эта фотография была сделана в последних его жизни, как он на небо смотрит, если вы его спросили, ты как-то так задумался, а он говорит, задумался, говорит, там же за облаками, говорит, такая же красота, говорит, как-то он так, взгляд у него был, кто-то его так тайно снял, даже не думал, что его фотографировать, но как-то так, you know, и, да, памятник, тоже мы ходили к этому человеку, они находятся по Эшталгайбе у нас в Петербурге. Это русские или американцы? Нет, американцы, американцы, они. Вы помните, как называется компания? У меня есть envelope, я скину тебе эту. Если вдруг кто-то будет слушать. Я скину, да, у меня есть envelope, все, ихняя компания очень совестная, очень такие, ответственная, очень трепетная, и, да, нужно сделать памятник, нужно, когда памятник, намного лучше, ты уже приходишь, как домик, одно ты понимаешь, когда идешь на молилу, что вот это все, что нужно было, трошки земли. Вы же видите, мы с собой много не берем, а мы вроде все работаем, все стремимся, как бы, да, нам нужно работать, мы, мы как бы на этой земле и для этого мы должны работать, но как мало нам нужно для того, как мало мы с собой берем. Точнее ничего. Точнее ничего, вот только клаптик и всего. Дашенька, когда пришло вот это более-менее, я не хочу сказать исцеление, но отпустило, можно сказать, когда лепче стало. Ты знаешь, надо год, вот, год нужно, год нужен, вот такой год, это очень такой самый тяжелый год, и самый тяжелый, самый тяжелый период, это когда идет та дата, когда дата, когда твой сын перешел, или же день рождения, или день рождения, да, и день рождения. праздники какие-то совместные добра нужна, да, вот эти семьи, которые перешли вот эту ситуацию, они обязательно должны встречаться, когда день рождения, они должны припоминать, потому что если они не будут помнить, то это для других членов семьи это тоже плохо. Вы же празднуете день рождения? Празднула молодежь, празднула, что они сделали? Они придумали песню на гитаре, потом они делали такие шарики, где писали свои пожелания, все стишками, и они говорили, вот это все поднимется, потом где-то оно упадет, и кто-то прочитает вот это все, и все такие именно хорошие такие стишки, да, они там делали, потому что это молодежь как бы, они понимали, что это как бы для себя, как бы, они придут, подумают о вечности, прочитали какой-то стишок, прочитали то, что Эммануил сильно читал, любил, и этот мальчик, который был тоже атеистом, он тоже там поет, он веровал, он веровал, служит, теперь несет служение, и он каждый раз, когда меня видит, он говорит, Эммануил очень много сделал, говорит, даже говорит, сколько он трудился, чтобы мою душу, потому что он говорит, а зачем, он сразу говорит, а я вообще не верил в Бога, вот такой, он сидел до конца и говорил, как ты можешь не верить Бога, как ты можешь не верить, и сидел и ему все показывал, где это написано, и давал ему примеры, что смотри, даже смотрим на дерево, даже смотрим на все, на горы, на воздух, как оно меняется, оно все сделано так Богом, мудро, дарцом, и он это все сделал для того, чтобы мы люди сотворены по его образу, чтобы мы здесь красиво жили на земле, он учит нас правильно жить, и конечно мое сердце как мамы очень сильно радовалось, когда я уже и от Вилли, и от других, и от третьих, ях пятых, мне просто звонили и говорили, наш дом был, очень много молодежи, мы тогда кормили, ресторан были закрыты, где-то ели 300 детей, и было большое благословение, потому что вот дом у меня в бакьярде, в бейсменте, дома, после похорон, они приходили, приходили, всех их кормили, и я сильно хочу поблагодарить, если кто-то услышит, церкви, с церкви Вифани, очень сестры потрудились, и мои родственники, и друзья, они все принесли много еды, очень большая была поддержка, потому что в то время ты не думаешь, у тебя мозг отключен, мозг был отключен, так как от стрессово, мое тело было покрыто полностью, в таких бурях такой, вся аллергическая реакция, сбой всего, просто мозг не работал, ничего не работало, это ты тогда вообще не можешь, ни за что, и вот так, что сестры потрудились, как для Христа, я уже как бы никогда это не забуду, вот сестры, которые потрудились, и очень сильно нужна поддержка, вот эти семьи, которые переходят, что всегда люди были у них, ко мне приходили, пиццу приносили, сидели вместе и поплачивали, чай попьем, и я расскажу, какой сын был, и они мне расскажут тоже, что они знают там, и что они чувствуют, и я это сильно лечила, вот время лечила, вот время лечила, и чтобы вы все знали, это не будет всю жизнь, и только Бог поможет пережить вот эти страшные испытания, которые кто-то переходит, но теперь даже за это время очень много переходит испытания, и наша семья, тоже мой муж теперь в Нью-Йорке, тоже переходит специально, сейчас, сегодня покороны, я тоже сильно их хочу поддержать, сильно большое горе, тоже пережили, и приходят, но только Бог им даст силу пережить, только Бог даст, потому что очень легко сломаться, но если ты сломишься, ну кому легче будет, психиатрия, они напичкают тебя лекарством, и сделают тебя сумасшедшей, и потом нужно будет уход, ухаживать, ничего, это у нас есть только один выход, не сломаться, быть сильным и жить вперед, жизнь должна продолжаться, если жизнь не будет продолжаться, очень трудно будет вернуться в это, как бы, но Бог, а Бог всегда делает как лучше, а вы знаете, Он никогда не ошибается, иногда мы переходим в какие-то испытания для того, чтобы быть сильнее, даже золото, для чего оно должно было в огне быть, для того, чтобы оно стало золотом и стало чистое, чистое, и мы должны просто запомнить, что чтобы не произошло, мы должны быть сильны, непоколюбимая вера, и если мы будем верить, то у нас все получится. Субтитры создавал DimaTorzok